На востоке столицы, к складу, где всю ночь бушевал сильный пожар, сегодня люди несут цветы. Во время борьбы с огнем геройски погибли 8 сотрудников МЧС. Они первыми оказались на месте ЧП, спасли 100 человек и предотвратили еще более страшный пожар. Но сами так и не вышли из полыхающего здания. Почтить память товарищей к стихийному мемориалу приходят и коллеги, которые последними видели их живыми. Репортаж Ивана Прозорова. Пожарные все еще продолжают проливать конструкции склада. Сохраняется угроза обрушения. Вода поступает из гидрантов непрерывно. Тонны воды каждый час. Тем временем здесь, на месте трагедии, появился импровизированный мемориал. Пожарный щит, куда коллеги из других частей, а также те пожарные, которые участвовали в ликвидации этого возгорания, приносят цветы, свечи сразу же после смены, сразу же после момента, когда они закончили работать здесь. Этой ночью они и сами рисковали жизнью, бок о бок со всеми пожарными. Борясь с огнем, они узнали, что сперва с коллегами пропала связь, а потом, что их уже нет в живых. Мы только утром отсюда уехали. Слов нет вообще никаких. Тоже участвовали в тушении пожара? Мы все. Все? Все. Надежда, конечно, была. Это наши ребята, наши братья. У меня нет слов. Первые сообщения об этом возгорании поступили в районе шести вечера. Но уже через несколько часов, несмотря на все усилия пожарных, пламя разгорелось на площади 4000 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый, предпоследний уровень сложности. От этого склада до жилых домов примерно 500 метров. Казалось бы, достаточно безопасное расстояние. Но когда пожарные расчеты прибыли на место возгорания, выяснилось, что на складе находятся несколько десятков газовых баллонов, а также компрессоры с аммиаком. Все это могло взорваться в любой момент. Больше восьми часов огонь не получалось локализовать. Перекрыть доступ к кислороду и хоть как-то сдержать пламя удалось, лишь используя пену. К тушению подключили более 450 человек личного состава и 200 единиц техники. Но в какой-то момент перекрытия не выдержали. Связь пропала с восемью спасателями. Они работали на крыше и устанавливали водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров. В МЧС до последнего надеялись. Их коллегам удалось спастись. Но рано утром были найдены тела всех восьмерых. Все, что касается наших профессиональных задач, мы выполняем на высоком уровне. Это тяжелая потеря для всех нас. Люди проявили профессионализм, мужество, самоотверженность. Благодаря их действиям из склада были выведены около ста человек сотрудников предприятия. Пожарно-спасательный гарнизон скорбит по поводу безвременной утраты наших товарищей. Вот их имена. Полковник Александр Юрчиков. Самый опытный среди всех. Он руководил службой пожаротушения 22-го спасательного отряда. Своей работе отдал почти четверть века. Майор Алексей Акимов возглавлял 46-ю пожарную часть. Прошел путь от рядового бойца. Их коллега, капитан Роман Георгиев, выпускник Академии МЧС, начинал с должности инженера связи. В списке погибших старший лейтенант Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, старшина Павел Макарочкин, все трое из 59-й пожарной части. За заслуги ранее были награждены ведомственными медалями. Прапорщики Николай Голубев и Сергей Синелобов служили в пожарной части номер 47. Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. На Амурской пожарные погибли, выполняя свой долг как героя, соболезную всем родным и близким. Город окажет всю необходимую помощь семьям погибших. Первые минуты пожара в складском помещении на улице Амурская. Случайный прохожий, снимавший эти кадры, говорит, был уверен. Возгорание вот-вот потушит. Паники нет. Пожарные выводят из здания людей. Я видел там женщин, которые выходили оттуда. Плакала она. Плакала и со своими подругами начала о чем-то там разговаривать. Что о какой-то проводке, или чайнике, или розетке, что-то такое. Я подумал, что замыкание, скорее всего, произошло. И случилось возгорание. Но оказалось, это только начало. Вспыхивает хранившийся на складе в огромном количестве пластик. Территория, охваченная огнем, стремительно растет. В МЧС не подтверждает, что в здании при пожаре могли остаться персонал или охрана. Не подтверждают это и люди, работавшие по соседству со сгоревшим ангаром. Может, рабочие были, может, не были. Это все под вопросом. Но рабочие тоже до шести работают, уходят. После шести никого же не остается. По словам пожарных, им удалось предотвратить взрывы 30 газовых баллонов и утечку аммиака. И избежать более масштабных разрушений. Возбуждено уголовное дело по статье нарушения требований пожарных. Безопасности прокуратура проводит проверку. На месте трагедии продолжает работать специально созданный штаб. Сотрудники оперативных служб, следователи, криминалисты выясняют причины возгорания. Основных версий несколько. Не исключается ни бытовая, ни техническая, ни другие версии. Тем временем в офисах компании собственника, к которой принадлежали эти складские помещения, проходят обыски и изымаются документы в рамках уголовного дела. Иван Прозоров, Сергей Мухин, Ольга Герасименко, Первый канал.